Все мы знаем и следим за текущей обстановкой. Про последствия и свое мнение на этот счет мы и рассказали в прошлом ролике. Давайте на 10 минут отвлечемся от происходящего и вернемся ненадолго в прошлое. Не все знают, что 3D-фильмы появились даже до первого фильма со звуком. Первому фильму в 3D в этом году исполняется 100 лет. Картину «Сила любви» зрители смотрели в красно-синих очках еще в 1922 году. Фильм еще интересен тем, что имел две концовки – хорошую и плохую, в зависимости от того, через какую линзу его смотреть. Но история любви не имела успеха в 3D и была показана в Нью-Йорке только один раз. Сейчас 3D-фильмы крутят в каждом кинотеатре. Очень многие IT-технологии, которые кажутся нам современными, на самом деле появились давным-давно. На связи МК. Пристегните ремни. Сегодня мы с вами отправляемся назад в будущее. Вы заметили, и дня не проходит без новостей о Тесла и Илоне Маске. Аналитики посчитали, что в течение пяти лет Тесла обгонит по выручке General Motors и Ford вместе взятых. Многие считают, что именно Тесла стоит за созданием первого автопилота. Однако самостоятельно автомобили научились ездить задолго до этого. Еще когда замкнутый шестилетний мальчишка Илон жил в Южной Африке. Да, в далеком 1977 году лаборатория машиностроения города Цукуба, что в Японии, создала первый автомобиль, следящий за белой разметкой на дорогах благодаря нескольким установленным камерам. Конечно, это был ранний прототип, скорость езды которого не превышала 20 км в час, да и ездить он мог только по дорогам с нормальной разметкой. Но уже в 1986 году был создан фургон Ваммерс, являющийся по сути суперкомпьютером на колесах. Восемь мощных процессоров позволяли в режиме реального времени анализировать информацию с двух камер и двигаться по дорогам со скоростью в 90 км в час. Его преемник, беспилотный автомобиль Вамп, в 90-х сумел проехать по шоссе общего пользования аж полторы тысячи километров без всякого вмешательства человека. Потом были гугл-мобили Тойота с лидарами, Ауди, Вольво, но безусловно на сегодняшний день именно Тесла продвинулась в создании автопилота дальше остальных. У меня несколько электронных почтовых ящиков и даже те, которыми я нигде не светил, периодически заваливает сомнительными письмами. Слово «спам» не ассоциируется у нас с мясными консервами, которые рекламировали в США на каждом углу после Второй мировой войны, чтобы продать кучу заряжавшейся жратвы, которая у них осталась с запасом. Они рекламировали спам на каждом углу, в газетах, транслировали по радио. Назойливая реклама консервов так надоела американцам, что даже вошла в их фольклор. Сейчас для нас спам – это нежелательная рассылка. Вы представляете, как много было консервов в те времена за океаном, что сейчас у нас в подъездах есть отдельные ящики для спама? Такая спам-рассылка появилась еще в 19 веке. Тогда различные рекламные предложения стали бросать в почтовые ящики. Но, конечно, именно развитие интернета сделало эту технологию массовой, ведь теперь один мамин хакер, лежа на диване, мог в пару кликов засорить миллионы почтовых ящиков. И, кстати, странный символ в виде буквы «А» в кружочке, который так сложно нарисовать, когда тебя просят написать адрес своей электронной почты – собачка, улитка или обезьянка, кому как удобнее, куда старше нас всех. Его изображали еще 500 лет назад как сокращение латинского слова «ад», что означает «к». Так что теперь все становится понятно. В случае с почтовым адресом собачка всего лишь означает, что он принадлежит определенному серверу. А наш переход в мессенджеры, в которых мы часто залипаем в телефонах, привел к популяризации смайлов или эмоджи. На текущий момент их количество перевалило за пару тысяч, среди которых хватает совсем уж странных, типа беременного мужика. Я даже не знаю, в какой ситуации люди отправляют такое эмоджи. Причина популяризации смайлов вполне понятна. Мы стали деградировать. Шучу. Они позволяют одной картинкой выразить свое отношение к происходящему. Но далеко не все знают, что появились они гораздо раньше, чем интернет и вообще компьютеры. Простейший смайлик обнаружили на глиняном горшке, найденном в Турции почти 4000-летней давности. А в 1741 году настоятель чешского монастыря использовал хмурый эмодзи как подпись. В известной нам желтой форме смайлики появились в 1963 году. Их придумал графический дизайнер Харви Болл. За свою работу он получил всего 45 долларов. Кстати, в 21-м году самыми популярными стали смеющийся в слезах смайлик, сердечко, угорающий смайлик, палец вверх, плачущий и две сложенные вместе ступни. Какой смайлик станет символом этого года, предлагаю решить в комментариях. Современный мир так ускорился, что сокращать начали даже слова, типа ГГ, ЛОЛ, ЧСВ, ХЗ. Их существует очень много, но появились они даже не во время кнопочных телефонов. Еще в 1917 году британский адмирал Джон Фишер в своем письме Черчиллю написал «Антанта ГГ». Шучу, он сократил «О май гад» до «ОМГ». Так что это далеко не молодежное словечко, и с его помощью выражал свое удивление 76-летний старец аж 100 лет назад. Глядя на то, как привычные вещи на деле оказываются гораздо старше, чем вы думали, невольно задаешься вопросом, а когда появился интернет? В том виде, в котором мы его знаем, с HTTP-сайтами, недавно, всего 30 лет назад, первый сайт info.cern.ch, который, к слову, до сих пор работает, был запущен 6 августа 1991 года. С тех пор интернет прошел большой путь. Так первый браузер с графическим интерфейсом Mosaic появился в конце 92-го года. Первый рекламный баннер в 94-м, тогда же появился первый провайдер CompuServe. Поисковик Яха появился в 95-м, ну а всем известный YouTube в 2005-м, и выглядел он совсем не так, как сейчас. К слову, первые DDoS-атаки, то есть атаки отказа в обслуживании, когда сервер просто не справляется с количеством запроса и падает, появились еще до интернета. Все дело в том, что факсы были достаточно популярны в 70-е и 80-е годы, и они, разумеется, были соединены в сети. И засылая на определенный факс гору спама, вполне можно было парализовать его работу. С учетом того, что никаких современных методов борьбы с таким DDoS еще не существовало, это был действенный способ парализовать работу конкурента. А прадедушка современного Wi-Fi, о котором мы каждый день пользуемся, с кучей частот, диапазонов, каналов и прочих заумных технологий, появился задолго до интернета. Гавайские ученые почти полсотни лет назад смогли беспроводным способом объединить два компьютера на разных островах. Подробнее об этом мы рассказали в ролике о Wi-Fi. Сейчас это звучит просто, а вот в те времена, когда компьютеры были редкостью, это был прям прорыв. И как раз 50-е и 60-е годы это время, когда стали массово появляться компьютеры. Так что логично предположить, что простейшие игры для них появились тогда же. И я думаю, вы уже догадались, что это не так. Все дело в том, что еще в 19 веке существовали механические компьютеры, которые при помощи хитроумных шестеренок и других механизмов позволяли, например, умножать и делить большие числа. И в 1912 году Торрес Коведа, этакий компьютерный Никола Тесла, смекнул, что можно приспособить такой компьютер для игры в шахматы. Благо, механически описать ходы всех фигур было реально. Разумеется, на практике такой игорный компьютер наголову проигрывал любой современной шахматной программе. Но все еще возможность поиграть не с человеком, а с машиной еще до Первой мировой войны и появление даже ламповых компьютеров не может не удивлять. А вот что касается онлайн-игр, то тут уж без компьютерных сетей никак. Но все еще первая многопользовательская игра появилась задолго до привычного нам интернета, аж в 1973 году. На тот момент по всему миру уже существовала достаточно развитая система электронного обучения Плата, имеющая около сотни объединенных между собой терминалов. Причем они имели вполне нормальные мониторы, умеющие выводить разные символы и пару десятков строк текста. На таком оборудовании сам бог велел поиграть, поэтому неудивительно, что была придумана мультиплеерная игрушка Empire. И надо сказать, достаточно крутая даже по современным меркам. В ней было 25 планетарных систем и 4 расы, а целью игрока был захват всей галактики. А так как терминалы Плата позволяли рисовать при помощи черточек и точек, то игрушка была, можно сказать, даже графической, но вот управлять приходилось все равно командами. Впрочем, для ПК тех лет это было вполне себе нормой. И тем удивительней кажется тот факт, что всего через 20 лет после Empire в 90-е игроки частенько собирали шумные лан-пати, чтобы поиграть по локалке в цивилизацию. Настолько быстрым был прогресс в сетевых технологиях. Сейчас сложно кого-то удивить селфи. Дошло до того, что у последнего iPad передняя камера лучше задней. И это вияние кажется достаточно современным, ведь, например, еще 10 лет назад далеко не все смартфоны вообще имели фронтальные камеры. Да и сам Инстаграм появился только в 2010 году. А когда появилось первое селфи? Как минимум в 1839 году. Именно тогда фотограф Роберт Корнелиус сделал снимок самого себя, и это самое первое дошедшее до нас селфи. А вот 3D принтеры. Ими тоже сейчас сложно удивить. Заиметь себе такой пока еще можно на Алиэкспресс, причем он сам частично себя напечатает. Ну а во всяких мастерских и лабораториях это вообще незаменимый прибор, который легко создаст вам пластиковую детальку, которую вы нигде не купите. И казалось бы, это, ну, прям уж современная технология, ведь даже обычные принтеры стали массово появляться лишь в 90-х годах. На деле же первый прототип еще в 1981 году создали в Японии. Он позволял при помощи фотополимеров послойно создавать твердые объекты. Тремя годами спустя была изобретена стереолитография, процесс превращения жидких фотополимеров в твердый под воздействием лазера, что позволяло получать предметы с ювелирной точностью. Увы, тогда эта технология была крайне дорогой и не особо нужной. Литье пластика было дешевле и давало достаточную прочность, так что про 3D принтеры все забыли до начала 21 века. Многие технологии, которыми мы активно пользуемся, появились в прошлом, а то и в позапрошлом веке. И чаще всего их активному применению мешали технические ограничения тех лет, которые лишь в последние годы удавалось решить. Будем надеяться, что текущие события не откинут нас в технологиях обратно. Туда, где все начиналось. В описании наш новостной телеграм-канал и группа ВКонтакте. Переходите и подписывайтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!